Сезон 1950 1951 годов вошел в историю некоторых европейских стран как «Зима ужаса» или «Зима террора». Тогда, как пишет в своей книге «Экология в действии», Фред Сингер в Альпах сошло небывалое количество серий снежных лавин, их было 649. Наибольший ущерб был нанесен Австрии. Основным пострадавшим районом был австрийский Фарарльберг, где в результате схода лавин погибло 125 человек. 57 человек погибло только в одной деревне Блонс. Всего же количество жертв «Зимы террора» в Австрии достигло 135 человек. Кроме того, были стерты селица земли многие населенные пункты и уничтожены огромные площади леса. Сходы лавин на территории Швейцарии унесли 92 жизни. Все погибшие проживали в кантоне Вале. Пострадал в швейцарском кантоне и крупный рогатый скот, не менее 500 голов погибло от стихийного бедствия. Как и в Австрии, в швейцарском кантоне были разрушены сотни строений. По самым скромным подсчетам, количество разрушенных зданий приближалось к тысяче. Были повреждены и экономически значимые леса. Серьезные потери понес и город Андермад, расположенный в Альпах. Всего за один час на него обрушилось шесть снежных лавин, которые привели к смерти 13 жителей. Погибшие были и в Югославии, и в Италии. Всего зима террора отняла жизни у 265 европейцев. О причинах схода такого количества лавин долго гадать не пришлось. Батыр Карриев, автор издания «Катастрофы в природе», со ссылкой на труд доктора Ценга, условия погоды и состояния снега в 1951 году в швейцарских Альпах, утверждает, что всему виной были погодные условия, которые и вызвали массовый сход лавин в Альпах. Дело в том, что в этот период на данной территории в течение короткого времени наблюдались обильные снегопады. По словам Ценга, столь обширное выпадение осадков для Альпийской области – большая редкость. Не успевая достичь определенного уплотнения, массы снега отрывались даже там, где лавин никогда не было. Примечательно, что Ценг писал о том, что «зима террора» может повториться. Даже зимой 1950-1951 года жители Швейцарии, Австрии, Италии и других стран не могли представить себе, когда сход лавин закончится. Снег продолжал падать, и сильный ветер только способствовал его накоплению. Ситуация усугублялась также и тем, что люди, проживавшие в некоторых районах, были отрезаны от цивилизации. Почту и также предметы первой необходимости в такие населенные пункты сбрасывали на парашютах самолетов. Спасательные работы, конечно, велись, но их осуществление было проблематичным из-за того, что лавины сходили одна за другой. Так, в упомянутой ранее австрийской деревне Блонс спасатели, пытаясь освободить пострадавших из снежного плена после первой лавины, были похоронены под второй. По этой же причине к ряду поселений оказалось попросту невозможно пробраться. Катастрофическая зима 1950-1951 годов вызвала волну негодования среди населения, следствием чего стали призывы к действиям по обеспечению безопасности людей, живших в горных районах. Требовались фундаментальные исследования в данной сфере и их практическая поддержка, а и также система предупреждения о сходах лавин. В результате, к примеру, в 1954 году в швейцарском кантоне Вале были возведены лавинные барьеры для предотвращения аналогичных трагедий. С 1953 года стали разрабатываться и такие эффективные методы, как защитные леса, посаженные на критических горных склонах. Составлялись карты опасных территорий, и Институт исследований снега и лавин начал делать более развернутые прогнозы. Принятые меры показали свою эффективность в 1999 году, когда было замечено такое же количество лавин, как и в 1951 году, но с и меньшим количеством смертей. Судя по всему, это было связано именно с теми новшествами, которые были внедрены после зимы террора.